Год кино в Забайкалье. Он был разным, иногда мотивирующим, порой криминальным, нередко патриотичным и почти всегда драматичным. Наиболее заметных киноработ мы насчитали восемь. Победу на международном фестивале РЭК заслужили Геннадий Сергеев и Анатолий Полуэктов. Авторы драмы «Заваруха» показали обратную сторону криминальной романтики. Ты что, вообще фары не врубаешь? Сейчас ГАИ вызываем и разбираем. Эээ, ГАИ не надо, давай так это, без жума. Одна из самых известных киноработ региона – фильм о городских разборках «Дети 90-х». Создатели снимают вторую часть, авторы пока смонтировали тизер, то есть короткий трейлер. Заявляют о скором возвращении на большой экран. Ролики, мотивирующие потеть в зале, работать на красоту и не бросать тренировки – в интернете таких пруд-пруди. Но имена забайкальцев найти под ними сложно. Однако в начале уходящего года в сети появилось видео «10 тысяч часов» режиссера Бояра Бородеева и оператора Романа Хлюстова. По теории шведского психолога Эриксона, именно 10 тысяч часов нужно отдать делу, чтобы стать в нем профессионалом. 10 тысяч часов. Чтобы потом говорить «У меня есть любовь, семья, успех, работа, слава, деньги». Но сейчас есть только ты и твоя цель. Новый комедийный фильм про Егора все еще на уровне тизеров. Кинематографисты в сентябре обсуждали уже третий. Однако на этом съемки приостановились. Хотя, кто знает, возможно, работа вовсю кипит. А игнор вопросов от поклонников и тишина в соцсетях опять же ради интриги. Работа над кино в регионе идет медленно, ведь даже актеров для массовки найти не так просто, считает Роман Хлюстов. В первые три раза люди пойдут, на четвертый раз их будет меньше, а к десятому разу, может быть, вообще никто не придет, потому что это отнимает время, никто за это денег не платит. И, ну, понятно, что это вот так вот выглядит. Но все равно мне очень нравится, что даже эти тизеры создаются, что какая-то движуха происходит. Создатели документального фильма о воинах 321-й сибирской дивизии. Вот кто действительно не устает искать актеров, публиковаться в СМИ и, конечно, снимать. Один из самых перспективных кинопроектов в Сибири, к сожалению, нельзя назвать забайкальским. Хотя жители края выстаивали в очередях на кастинг, поэтому знакомые лица обязательно появятся в картине. Немножко грязнее. Борцовский, борцовский больше, вязкий. Зато военно-патриотическая лента «Операция Норд» родом из Забайкалья. Фильм про Великую Отечественную войну, где переплетаются линии жизни солдат германских и советских войск, планируют показать в 2018 году. Сразу две серьезные работы в 2016 году посвятили национальному акценту. Сначала вышла короткометражка «800 слов» об исчезновении бурятского языка в ближайшем будущем. А совсем недавно прошла премьера вестерна «Тайник красных камней». 25 локаций, 200 человек, 3 года съемок. Сюжет повествует о будущем Забайкалья после глобальной катастрофы. Постепенно уровень регионального кино растет. Его как минимум начали снимать. Раньше мы когда начали снимать «Золото Чингисхана», что, кто, какое золото, кто в кино, в чите. Так к этому было. Я помню, когда в «Мегаполисе» была премьера «Золото Чингисхана», был полный зал, и люди просто были в шоке, потому что они не ожидали, что в чите можно снять фильм. В целом год кино в регионе не был особо контрастным по сравнению с предыдущим. Растет не количество работ, а качество. Поэтому все вместе ждем оригинальных сюжетов и возвращения блудного Забайкальского кинофестиваля. Наталья Оршинская, Николай Шунков, ЗАПТ-ТВ